Ну а сейчас, уважаемые зрители, что касается самого здания восстановленного бывшего главпочтамта на Плехановской, то, как я уже говорил, на его территории недавно открылся гостиничный такой комплекс, который называется Редо. Здесь все в таком красно-шоколадном цвете. В принципе, вот этот мрамор, который был на почте, он сохранился. Кто помнит вот эти площади, то есть эту территорию, именно здесь мы оформляли посылки, принимали посылки, отправляли телеграммы, письма. Здесь можно было приобрести открытки. Так что для твилистов старшего поколения, особенно Плехановских, это место имеет такое знаковое значение, я думаю, вот. Ну, в последние годы это здание было на реабилитации. Даже когда открыли проспект Ахмашенебели после большой реставрации, это был, кажется, 16 или 17 год, по-моему, 17 год, сентябрь. Но это здание, оно не было открыто, здесь уже почты не было, а так главпочтамта здесь не было, по-моему, уже с нулевых, чтобы не ошибиться. Но сейчас здесь прекрасно смотрится, все это очень красиво, все сохранено, все отреставрировано, все восстановлено, все идеально. Вот такой большой голубь сидит на этом козырьке. Моя архитектура сохранена. Если я найду какие-то сведения по поводу истории этих зданий, этого здания, какие-то конкретные исторические справки в моей литературе, в моем богатом таком литературном архиве, я обязательно вам об этом расскажу, а может кто-нибудь из наших уважаемых зрителей тоже знает все, что связано с этим зданием. Вот здесь прямо напротив воды Лагидзе на Плеханово, здесь можно поесть качапури и выпить воды, но, к сожалению, в таком замечательном месте никого нет. Вот так здесь написано, воды Лагидзе. Хотя вот у них есть и сливочная вода, и шоколадная, сколько я вижу, и вот собачку вот это храняет вход. Здесь очень много кафе, ресторана, сейчас я войду внутрь, и мы там попьем кофе.